В мировой культуре крепко-накрепко закрепился жанр постапокалиптики. Уверен, вы без труда назовете и фильмы, и книги, и игры, характерные для данного сюжета, так что не будем останавливаться на разборе, что это вообще все такое. Стоит лишь кратко остановиться на истории. И хотя жанр появился почти 200 лет назад с выходом книги англичанки Мэри Шелли «Последний человек» про эпидемию, которая уничтожает все человечество, расцвет жанра пришелся на вторую половину 20 века. И это неудивительно, это была реакция людей на самую страшную и разрушительную войну в истории, вторую мировую. Люди задумались, да, природные катаклизмы происходят регулярно, и они разрушительны. Но уже без всякой помощи природы или даже инопланетных цивилизаций человечество способно реализовать самый страшный сценарий. Однако пугая друг друга уничтожением планеты и человечества, мы не замечаем главного, что подобный сценарий уже реализуется. Да, пока локально и в меньших масштабах, но все же. И вот о таком реализуемом прямо сейчас сценарии я и хочу поговорить. И да, речь снова будет про Украину. Но обо всем по порядку. Есть такой термин «тактика выжженной земли». Это метод ведения войны, когда уничтожается буквально все, чем может и будет пользоваться противоборствующая сторона. Помните, как у Лермонтова? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Это вот про это все. И вот отсюда проистекает главное заблуждение, что к этой тактике прибегает проигрывающая, отступающая сторона. Мол, нам это уже не пригодится, так пусть это не достается врагу. И история знает множество примеров этому. Как я и говорил ранее, война с Наполеоном 1812 года, отступающие к Москве наши предки уничтожали переправы, жгли поля и провизию, чтобы все это не досталось французам. Из-за этого некоторые даже называли русских варварами. Хотя еще до вторжения Наполеона в Россию, тем же самым занимались португальцы, когда Наполеон напал и на их страну. С поджогом Москвы, о которой позднее писал Лермонтов, была примерно аналогичная ситуация. Приближалась зима, наша русская зима, а без того обескровленные французские войска, которым все тяжелее с продвижением на восток было добывать провизию, оказались в патовом положении. Как итог, пришлось отступать обратно, вплоть до самого Парижа. Но самым ярким примером использования тактики выжженной земли, конечно же, служит Великая Отечественная война. В 1941 году, отступая советские части, нередко прибегали к этой тактике, чтобы немцы не могли использовать ресурсы с оккупированных территорий. Во время битвы за Москву даже был приказ ставки номер 0428 за подписью Сталина, который получил название «Гнать немцев на мороз». Задача отряда легендарной Зои Космодемьянской как раз в этом и заключалась. Они должны были сжечь деревенские дома, в которых расположились немецкие солдаты. Эта тактика, несмотря на кажущуюся простоту исполнения, давала огромные результаты. Потому в том числе немцы так жестоко расправлялись с партизанами, которые жгли дома, склады и подрывали мосты. А вот когда уже отступали сами немцы, то они точно так же использовали эту тактику. Например, при отступлении из Мариуполя в 1943 году город был значительно уничтожен. Я, кстати, рассказывал об этом в ролике про этот многострадальный город. Ищите видео на канале. Но гитлеровцы применяли тактику выжженной земли не только в отношении Советского Союза, но и собственных союзников. Например, когда советская армия вынудила Финляндию выйти из войны, отступающие оттуда немецкие части жгли и уничтожали финские деревни. Хорошо, с тактикой выжженной земли у отступающих мы разобрались. Но как тогда назвать ковровые бомбардировки Германии западными союзниками? Ведь зачастую уничтожались не только заводы и производственные мощности, а в целом города стирались с земли, как тот же Дрезден. Да и бомбардировка японских городов Яросимы и Нагасаки атомными бомбами не имела под собой никакой стратегической цели. Там не было крупных военных предприятий. Для армии ущерб был минимальный, они вполне оставались боеспособны. Однако все было выжжено дотла, что привело к колоссальным потерям среди мирного населения и ущербу для экономики. Логика этого проста, хоть и ужасна. Какая разница, кто будет на той земле, если той землей противник уже точно не сможет воспользоваться, тем более если победит? Во всей красе эта концепция была реализована американцами во время войны во Вьетнаме. В рамках операции Range Hand США и их союзники обрабатывали токсическими веществами джунглей Вьетнама и Лаоса. Это дефолианты, самым известным из которых стал агент Оранж. Уничтожали живую растительность, уничтожали посевы. Американские военные получали возможность лучше видеть перемещение армии вьетнамских коммунистов, а у вьетнамцев сокращался объем продовольствия. Токсинами залили примерно 10% от территории всего Вьетнама. Но, чтобы вы понимали, это как если бы в России залить дефолиантами весь огромный Красноярский край. Однако вскоре выяснилось, что несмотря на заверение властей США в безопасности токсинов для человека, дефолианты уничтожают вообще все живое. Мало того, что серьезно пострадала флора, например, полностью были уничтожены мангровые леса, пострадала и фауна, и, конечно же, люди. Миллионы вьетнамцев пострадали от взаимодействия с токсинами, что привело к страшным болезням и смертям. А самое ужасное, это все воздействовало на генетику, из-за чего до сих пор во Вьетнаме рождаются тысячи детей с врожденными заболеваниями. Все они в лучшем случае инвалиды, а многие просто не доживают до зрелого возраста. Небольшое отступление. Никакой компенсации от властей США жители Вьетнама, конечно же, не получили. Но от дефолиантов пострадали не только они, но и американские военные. С большим трудом и только в 80-х годах они наконец-то добились выплат компенсации. Вся эта история оставила огромный отпечаток на американском обществе и его культуре. Например, в фильме «Рэмбо. Первая кровь». Простите, вы не скажете, Делмар Берри здесь живет? Здесь его нет. Ступай в дом, дочка. Делмара нет. А когда он вернется? Он умер. Что? Еще прошлым летом. Умер от чего? От рака. Он принес болезни из Вьетнама. Там повсюду распыляли какую-то дрянь. Он высох до костей. Уже после окончания войны во Вьетнаме тактика выжженной земли была запрещена Женевской конвенцией. Однако такие страны, как США, Иран, Израиль и Пакистан протокол не подписали, а потому тактика применяется этими странами, и не только ими, до сих пор. И тут мы подходим к главному. Наверняка вы слышали про снаряды с обедненным ураном. Кто не в курсе, объясню. Это снаряды, внутри которых есть сердечник из изотопов урана. Благодаря его физическим свойствам, такой снаряд способен пробивать более толстую броню на большей дистанции, чем обычные снаряды. Это эффективное оружие, хотя есть один важный момент. Эти снаряды очень токсичны. Да, именно токсичны, а не радиоактивны, хотя и это тоже, но в первую очередь токсичны. После взрыва такого снаряда уран разлетается на мелкие частицы, которые потом оседают в почву и воду, и могут там находиться миллионы лет. И так как это тяжелый металл, то попадая в организм человека с пищей и водой, он остается там надолго и приводит к тяжелым заболеваниям. Ситуация аналогична с воздействием агента Оранж. До сих пор ведутся споры о том, насколько опасны снаряды с обедненным ураном. Западные страны, которые их вовсю применяют, утверждают об их полной безопасности. Однако в самих же западных странах СМИ периодически публикуют материалы о своих солдатах, которые потеряли здоровье, работая с этими самыми боеприпасами. Например, в 2001 году BBC выпустил расследование о том, что британские солдаты, которые применили эти боеприпасы во время войны в Персидском заливе, сплошь заболели раком. Впрочем, ни это, ни что-либо еще не помешали британской армии использовать эти же самые снаряды во время второй иракской кампании, всего лишь через несколько лет после выхода этого расследования BBC. К слову про Ирак, в этой статье еще упоминается о резком росте числа заболеваний у новорожденных детей на фоне войны. Но в НАТО тогда все объясняли тем, что уровень медицины якобы в Ираке был настолько низок, что количество врожденных заболеваний у детей просто не фиксировалось до войны. О да, а на фоне войны, тотальной нищеты и разрухи, иракская медицина как сделала шаг вперед, как стала фиксировать врожденные заболевания у детей? Ну конечно. И вот на этой трагической ноте мы подбираемся к теме с Украиной. Великобритания уже передала ВСУ свои боеприпасы с обедненным ураном. Скоро подобные боеприпасы обещают доставить из США. Однако 13 мая российская армия нанесла ракетный удар по складу боеприпасов в Хмельницком. Вскоре стало известно о скачке уровня радиации. Украинские медиа сначала все опровергали, а затем кинулись подчеркивать, что уровень радиации, несмотря на рост, не превышает опасного для здоровья уровня. Но, как я говорил и ранее, он и не должен был его превышать, потому что боеприпасы с обедненным ураном, они в первую очередь представляют токсическую угрозу, а не радиационную. Хотя именно за счет роста радиации, хоть и не опасный, можно предположить, что на том складе находились именно те самые британские снаряды с ураном. Через пару дней облако с радиоактивными частицами достигло польского Люблина. Это всего в 370 километрах от украинского города. И там был зафиксирован точно такой же рост тяжелых металлов в воздухе. И хотя польские власти быстро все опровергли, в Варшаве почему-то начались внезапные учения войск радиохимической защиты. Позднее информацию о росте радиационного фона в Польше подтвердил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Какая территория в итоге оказалась заражена, кто знает. Очистить землю от токсичных частиц задача практически невыполнимая. И тем страннее выглядит ответ нашего президента на вопрос военкоров, что если против нас применяют боеприпасы с обедненным ураном, то что делать нам? Владимир Владимирович ответил, что мы тоже можем применять подобные боеприпасы в ответ. И на мой взгляд, это был бы самый идеальный вариант развития событий для Запада. Ведь там сидят не дураки. И хотя они поддерживают Киев и оружием, и деньгами, они отдают себе отчет в том, что Украина рано или поздно проиграет. Вопрос лишь в том, какой ценой победит Россия и что получат в случае своей победы. Разрушенную, политую кровью тысяч людей и токсичную землю, но восстановление которой потребуются годы, десятки лет. Я уж не говорю про те суммы, которые придется потратить. Для нас этот сценарий, пожалуй, самый опасный и сделает нашу жизнь гораздо хуже, чем все пакеты антироссийских санкций вместе взятые. И тут, как нельзя, кстати, подойдет цитата 33-го президента Соединенных Штатов Гарри Трумэна, сказанная им, замечу, 23 июня 1941 года в бытность его сенатором Конгресса. Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают друг друга как можно больше. Проблема только в том, что, как и во времена Великой Отечественной войны, у нас просто нет выбора. Война подобралась к нашим границам уже давно. И не важно, замечали вы это или нет, согласны вы с этим или нет. Уже идет война, где план у одной из сторон просто оставить на нашей территории выжженную землю, как они делали это уже не раз в истории.